Орландо Блум – настоящий секс-символ мирового кинематографа, стремительно покоривший сердца миллионов зрителей ролями в популярных картинах. Харизма, обаяние, умение перевоплощаться – главные фишки актера, благодаря которым он остается одной из самых востребованных звезд Голливуда. По просьбам наших подписчиков мы сделали видео об этой знаменитости. Орландо Блум – как живет звезда Властелина колец и пиратов Карибского моря Орландо Джонатан Бланчард Блум родился 13 января 1977 года в старинном британском городке Кентербери. Родители актера были авторитетными людьми, мать управляла собственной языковой школой и писала книги. Отец, Гарри Блум, работал профессором университета Кента. Когда Орландо исполнилось 4 года, его отец умер. У мальчика и его сестры появился опекун – друг семьи Коллин Стоун. Когда будущей звезде исполнилось 13, мама рассказала, что именно Стоун приходится биологическим отцом мальчика. С самого детства Блум начал проявлять интерес к искусству. Мама его в этом поддерживала – именно от нее сын унаследовал любовь к театру и изучению языков. В школьные годы парень начал появляться на театральных подмостках, играя в различных любительских спектаклях. В 1993 году 16-летний Орландо отправился в Лондон и на протяжении двух сезонов покорял сцену Национального молодежного театра. За талантливую игру парень получил грант на год обучения в Британско-Американской Академии драматического искусства. Здесь и берет начало творческий путь звезды. После участия в постановке «Прогулка в Венском лесу» он принял окончательное решение стать актером и нанял первого агента. В 1996 году впервые на телеэкранах появляется будущая голливудская звезда Орландо Блум. Актер снялся в одном эпизоде телесериала «Катастрофа», а спустя год демонстрировал свой талант, сыграв довольно специфическую эпизодическую роль парня по вызову в драме «Уайльд» вместе с Джудом Лоу и Стивеном Фраем. Следующие три года Орландо обучался актерскому мастерству в Гитхолдской школе музыки и театра. Изучение пьес Шекспира, Чехова и Мильтона помогло парню избавиться от дислексии, которая была у него с детства. Почти закончив обучение, Блум решил попробовать свои силы на кастинге экранизации романа «Властелин колец», режиссером которого был Питер Джексон. Актер планировал получить роль Фарамира, но желаемый персонаж уже достался Дэвиду Уэннему, и парню предложили попробовать себя в роли пепельно-волосого эльфа Леголаса. Несмотря на наличие небольшого опыта, сам актер признается, что прибыл на съемочную площадку «Властелина колец» совсем зеленым юношей. Съемки продлились 18 месяцев в капризном новозеландском климате. Там парня ждало много трудностей, бесконечные тренировки по стрельбе из лука, на которые он потратил два месяца, чтобы научиться стрелять, полеты на вертолете, отработка трюков, часы, проведенные в кресле гримера перед стартом нового съемочного дня. Превращение в эльфа занимало более двух часов перед каждой сценой. Все трюки во время съемок Орландо исполнил сам из-за любви к экстремальным видам спорта и чтобы доказать себе и окружающим свою самостоятельность. Во время исполнения одного из трюков парень сломал себе ребро, но даже это не отразилось на его дальнейшей игре. За этот фильм актеру заплатили 175 тысяч долларов. По окончании съемок еще никому неизвестный актер отправился в Индию, а когда вернулся, узнал, какой успех на вкус. Премьера «Братство кольца» состоялась 18 декабря 2001 года. Фильм сразу же стал популярным, а «Молодой Блум» появился во всех рейтингах самых сексуальных знаменитостей. Актер часто шутил, что его самого любят не так сильно, как Леголаса, ведь в реальной жизни он кореглазый брюнет, совсем не похожий на эльфа. В том же 2001 году актер также принял участие в съемках военной драмы, основанной на реальных событиях «Черный ястреб». Было ощущение, что Орландо намеренно избавляется от образа Леголаса, поэтому выбрал для себя роль солдата-новобранца. В 2002 году Блум снялся в телевизионной рекламе «Гэб» вместе с эффектной блондинкой Кейт Босворд. Совместная работа сблизила актеров, и они начали встречаться. Актер не скрывал свое счастье от журналистов и признавался, что нашел девушку, которую может назвать своей половинкой. Спустя всего три месяца отношений, Орландо позвонил матери и сказал, что нашел свой идеал женщины. Пара постоянно появлялась вместе на публике, они выглядели такими счастливыми, что отношения актеров стали настоящим эталоном для поклонников. Вместе с развитием отношений карьера Блума стремительно росла. В 2002 и 2003 году актер закрепил успех Леголаса, сыграв в заключительных частях трилогии «Властелин колец», «Две крепости» и «Возвращение короля», за которые также получил по 175 тысяч долларов. После работы над финальными сценами Блум был уже не таким зеленым мальчишкой, как в начале съемок первой части. Тем не менее, прощаясь с командой, которая создала бессмертный киношедевр, он не смог сдержать слезы. После завершения съемок вся группа решила сделать одинаковые татуировки в виде символа, обозначающего «девять» на эльфийском языке, по количеству членов Братства. Для своего рисунка Блум выделил участок на нижней части руки, в которой держал свое оружие Леголас. В 2003 году актеры приглашают в драматический проект «Банда Келли», где он появляется в образе Джозефа Бирна. Из-за постоянной занятости на съемках в отношениях Блума и Босворд начались ссоры. Они пытались поддерживать друг друга в новых достижениях, но делить любимого человека с другими было непросто. Пара несколько раз расходилась, но вскоре снова сходилась. В том же 2003 году Орландо Блум получил возможность сыграть одной из главных ролей в франшизе «Пираты Карибского моря». Когда актера утвердили на роль Уилла Тернера, ни он, ни продюсеры не надеялись, что снятая лента станет одним из самых кассовых фильмов в истории, а ее персонажи станут культовыми. Фильм собрал в мировом прокате более 650 миллионов долларов, а в Диснейленде даже появился тематический аттракцион в его честь. На этот раз актер предстал перед зрителями в своем естественном обличье – темноволосого кореглазого красавчика. Парень получил бесценный опыт работы с эксцентричным Джонни Деппом и удовольствие от игры в паре с Кирой Найтли. После съемок актриса призналась, что Блум отлично целуется. А сам актер рассказал журналистам, что весь съемочный процесс избегал взгляда на Деппа, потому что тот вызывал у него смех, а запороть много дублей он не имел права. В 2004-м парень получает роль Париса в голливудском блокбастере «Трое». Эта роль умножила армию поклонниц Орландо в несколько раз. После появления в таких ярких проектах актер получил статус самого завидного холостяка по версии издания «Пипл», а в рейтинге журнала Empire самые сексуальные актеры занял первое место. В это же время актер пробует себя в новом для него комедийном жанре, исполнив главную роль в фильме «Парень из кальция». Далее последовали такие киноленты, как «Гавань», «Любовь и другие катастрофы» и «Элизабет Таун», где его гонорар составил 3 миллиона долларов. Специально для съемок в фильме «Царство небесное» актер набрал 9 лишних килограммов. Съемки принесли ему немало несчастья. Сначала актер сильно простудился и проболел больше месяца. Позже на съемочной площадке во время одной из батальных сцен он получил серьезную травму руки. Несмотря на все сложности, съемки закончились успешной премьерой, а актер получил гонорар в сумме 2 миллионов долларов и приз зрительских симпатий Европейской киноакадемии. В 2005 году Орландо сделал предложение своей возлюбленной Кейт. Он подарил девушке обручальное кольцо стоимостью 40 тысяч долларов. Но к свадьбе дело так и не дошло. В сентябре следующего года пара объявила о расставании. Причиной, как заявили сами актеры, стала слишком большая занятость Орландо на съемках, частые разлуки и ссоры. И хоть бывшие возлюбленные говорили, что решение было обоюдным и они остаются друзьями, несмотря ни на что, Кейт сложно переживала разрыв. С 2006 года актер продолжает принимать участие в съемках второй и третьей частях франшизы «Пираты Карибского моря», уже осознавая важность этих работ для своей карьеры. Сумма гонорара за участие в каждой части франшизы составила 11 миллионов 900 тысяч долларов. За третью часть «Пираты Карибского моря на краю света» Блум был номинирован на антипремию «Золотая малина» как худший актер второго плана, но статуэтку он так и не получил. В декабре 2006 года появились слухи о романе Орландо Блума и Пенелопы Круз. Несколько месяцев пара часто появлялась вместе на публике. Они постоянно флиртовали друг с другом, вместе уезжали из клубов и вечеринок. Но слухи об отношениях официально так и не подтвердили ни Орландо, ни Пенелопа. Позже в прессе появилась информация о романе актер с одной из самых высокоплачиваемых моделей по версии журнала Forbes и ангелом компании по производству нижнего белья Victoria's Secret Мирандой Керн. Пара познакомилась на одном из модных показов в 2006 году. Сначала между ними были исключительно дружеские взаимоотношения, но спустя год звезды поняли, что их связывает нечто большее. Их роман развивался очень стремительно, отношения были легкими, искренними и наполненными любовью. В 2007 году актер появился в рекламном ролике по ночному японскому телевидению, продвигая косметический бренд Shiseido. Орландо любит бросать себе вызов и испытывать новые впечатления. Например, в том же 2007 году он отправился в плавание на борту норвежского ледокола, где жил и работал наравне с другими членами экипажа. В 2009 году вместе с Брэдли Куппером, Натали Портман и другими появляется в фильме «Нью-Йорк. Я люблю тебя». Спустя несколько лет счастливых отношений с Мирандой в прессе появилась информация о предстоящей свадьбе голливудского секс-символа. Однако пара настойчиво опровергала подобные слухи. Осенью 2010 года завидный холостяк объявил, что он тайно женился на австралийской супермодели. Как выяснилось позже, торжественная церемония состоялась 22 июля в Лос-Анджелесе. На ней присутствовали только самые близкие друзья пары. Ради организации свадьбы и медового месяца Миранда отказалась от участия в запуске коллекции «Весна-Лето» от компании Дэвид Джонс, лицом которой она являлась. Несмотря на занятость свадебными хлопотами, в том же году актер успел пополнить список фильмографии двумя драматическими картинами «Сострадание к прекрасному» и «Главная улица». Орландо Блум все чаще появляется на рекламных плакатах известных брендов. В конце 2010 года он стал лицом компании мужского парфюма Boss Orange, а также участвовал в рекламной компании коллекции «Осень-зима» бренда Uniqlo. В начале 2011 года у Блума рождается первенец. Малыша счастливые родители решили назвать Флинн. Пара выглядела очень счастливой в новом амплуа, а их отношениями вдохновлялись поклонники. В том же году Орландо Блум стал участником экранизации романа Александра Дюма «Мушкетеры». Он появляется на экране в роли герцога Бекингема. Также актер сыграл главную роль в картине «Хороший доктор» в образе молодого врача. Осенью 2013 года счастливой семейной жизни Блума и Кир пришел конец – пара подала на развод. Одной из возможных причин было то, что актер погрузился в работу и не уделял время жене и сыну. В 2013 году Блум снялся для журнала Эль Тюрки. Он появился на обложке популярного издания вместе с Эльмой Эргеч, а спустя несколько месяцев поучаствовал в бродвейской постановке «Ромео и Джульетта». Блум сыграл главного мужского персонажа, а роль Джульетты исполнила кондола Рошад. Позже в СМИ обсуждали химию, возникшую между актерами. Поговаривали даже, что именно Рошад стала причиной разрыва Орландо с Мирандой Кер. В том же году Блуму пришлось вновь вернуться в образ Леголоса, подаривший популярность когда-то молодому неизвестному актеру. Светловолосый эльф появился во второй и третьей части «Хоббита» — экранизации предыстории «Властелина колец». Так как с момента выхода первой части прошло 10 лет, гримерам предстояла непростая работа, чтобы сделать актера таким же молодым и прекрасным, как в 2003-м, но результат оправдал бесконечные часы в гримерном кресле. После завершения съемок третьей части «Хоббита» в 2014 году Блум заявил, что рад навсегда попрощаться с образом Леголоса, так как он ему надоел. Позже актер признался, что все еще хранит уши эльфа у себя дома. Орландо рассказал, что хотел оставить на память пари героя, но так как реквизит со съемок забирать запрещено, ему удалось обзавестись только эльфийскими ушками. В том же 2014 году Орландо Блум получил звезду на Аллее славы в Голливуде за вклад в развитие киноиндустрии. Между съемками фильмов актер успел сняться в короткометражке для турецкого мороженого «Магнум». В рекламе актер встречает разных женщин, которые любят есть это мороженое. В конце ролика оказалось, что это все одна и та же девушка. В это же время в СМИ появилась информация о романе Блума с Линдси Лохан. Имя актера фигурировало в списке любовников актрисы рядом с другими известными мужчинами. Холостяк никаких комментариев по поводу этих отношений не давал. Позже актеру приписывали роман с Ниной Добревой, звездой сериала «Дневники вампира». Однако этот короткий флирт ни к чему не привел. В 2015 году Орландо сыграл небольшую роль в фильме «В поисках огня», а позже появился в одном из эпизодов сериала «Проще простого». В 2016 году актер, в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ, посетил Украину, а именно Донбасс, где пообщался с детьми, живущими в прифронтовой зоне. В том же году Блум начал встречаться со знаменитой певицей КЭти ПЭрри. Пара познакомилась в начале года на вечеринке после вручения премии «Золотой глобус». Казалось бы, Фортуна наконец-то улыбнулась актеру, и он встретил свою родственную душу. Но их отношения нельзя назвать идеальными – они то расходились, то снова были вместе. В мае 2016 года Орландо появился в ночном клубе вместе с молодой актрисой и певицей Селеной ГОмес. Парочка страстно обнималась, не стесняясь окружающих. Пикантности ситуации придавало то, что в это время актер состоял в отношениях с КЭти ПЭрри. В марте 2017 года КЭти ПЭрри дала официальное заявление в СМИ о том, что она больше не встречается с актером. И хоть причину певица решила не озвучивать, через несколько дней западные таблоиды предоставили информацию о том, что Блум решил завести новый роман. Избранницей актера стала миллионерша Эрин МакКейб. В интернете появилось фото, где видно, как актер заигрывает с девушкой на одной из вечеринок. Отношения пары развивались стремительно, но вскоре Орландо вернулся к ПЭрри. Он начал часто сопровождать возлюбленную во время гастролей, проводить с ней больше времени, познакомил КЭти со своим сыном от первого брака. В окружении все подмечали, что в этот раз холостяк настроен решительно. Блум никогда не боялся экспериментировать и примерять на себя различные амплуа. Когда в 2017 году ему предложили принять участие в драме «Братьев Шамосян – отступник», он с удовольствием согласился. Фильм открыл зрителям Блума как драматического актера, способного на передачу психологических переживаний. Сразу после участия в драме он появляется в комедийном боевике «Шанхайский перевозчик», остросюжетном боевике «Секретный агент» и в пятой части франшизы «Пираты Карибского моря» мертвецы не рассказывают сказки. В 2018 году Блум начал работу над ролью в фэнтезийном телесериале «Карнивал Роу». Партнершей Орландо по съемкам стала Кара де Левинь. В феврале 2019 года Кэти Перри объявила в своем инстаграм о помолвке с Блумом. Певица показала поклонникам обручальное кольцо, которое вручил ей любимый в День Святого Валентина. Хоть девушка и не называла стоимость драгоценности, эксперты говорят, что оно может быть одним из самых дорогих обручальных колец знаменитостей. Согласно оценке одного из экспертов, стоимость кольца составляет не менее 250 тысяч долларов. Пара начала активно планировать свадьбу. Церемонию хотели провести в Японии в начале 2020 года, но из-за пандемии коронавируса от задуманного пришлось отказаться. Несмотря на то, что дату и формат свадьбы влюбленные еще не выбрали, Кэти успела родить Блуму дочку. Дейзи появилась на свет 27 августа 2020 года. В этом же месяце с участием актера состоялась премьера военной драмы «Форпост». О новой дате бракосочетания информации нет. Более того, в СМИ распространились слухи о том, что свадьба может и вовсе не состояться. Причиной тому является брачный контракт, который подготовили финансовые консультанты певицы, чтобы защитить ее состояние. К слову, на момент помолвки состояние певицы достигло 295 миллионов долларов, в то время как актер накопил всего 40 миллионов. Орландо был огорчен несколькими пунктами контракта. Речь идет о наказании за измену. В случае своей неверности актер должен выплатить супруге не менее 3 миллионов долларов. Блум воспринял этот факт как недоверие к нему, высказав свое возмущение и отказался подписать брачный контракт. Тем не менее, в октябре пара приобрела поместье за 14 миллионов 200 тысяч долларов в Монте-Сито, штат Калифорния. Имение артистов находится по соседству с домом Меган Маркл и принца Гарри. Вид из окон дома открывается на океан. Построили его еще в 1934 году, но сохранился он в идеальном состоянии. В доме есть большая светлая гостиная с террасой, кухня-студия с примыкающей столовой, личный кабинет, единственная комната с темным дизайном, большой конференц-зал, просторные спальни в сдержанных тонах с огромными кроватями. Окна одной выходят на океан, а второй — на внутренний сад. Поднявшись вверх по винтовой лестнице, можно увидеть закрытую смотровую площадку, размещенную под куполом. Что касается другой недвижимости актера, свое первое жилье он купил в Лос-Анджелесе в 2007 году. Вскоре после покупки Блум решил окрасить дом в черный цвет, чем взбудоражил соседей. Через 7 лет актер продал дом, получив за него 3 миллиона 900 тысяч долларов. Позже он приобрел свое следующее холостяцкое жилье в Беверли-Хиллз. Орландо потратил несколько лет после покупки на масштабный ремонт нового поместья с четырьмя спальнями и строительство бассейна. У дома открытая планировка, белоснежный интерьер, дубовые полы. Пространство наполнено естественным светом и воздухом. Центром гостиной является мягкий диван, расположенный в углублении, на котором с удобством разместится большая компания родных и друзей. Прямо оттуда можно перейти к бассейну со светодиодной подсветкой и камином. Окна белой просторной спальни выходят на террасу, закрытую высокой изгородью для обеспечения приватности. Даже в ванной есть стеклянные раздвижные двери, которые впускают в комнату яркое солнце. Блум выставил особняк на продажу через несколько недель после помолвки с Кэти Перри. Стоимость дома 8 миллионов 900 тысяч долларов. Первой машиной звезды был поддержанный Volkswagen Golf. Затем долгое время Орландо Блум ездил за рулем одной модели машины – черным Range Rover. И дело было не в скупости или отсутствии возможностей, ведь гонорары звезды «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец» зашкаливали за миллионы долларов. Просто он нашел тот автомобиль, который его устраивал годами. В 2015 году актер решил пополнить свой автопарк и приобрел новый BMW M6 стоимостью около 100 тысяч долларов. Выехав из автосалона, Блум решил проверить, на что способен его черный баварец, имеющий ограничитель скорости на отметке 305 км в час, и гнал по улицам Малибу, пока его не догнал полицейский автомобиль. Актер получил штраф 146 долларов за превышение скорости. Орландо Блум всегда питал слабость к немецкому автопрому. Помимо спортивной BMW, в автопарке актера есть Porsche 911, Audi S7 и Audi A8. Но большей страстью, чем к автомобилям, звезда горит к мотоциклам BMW. Их у него несколько, в том числе и представители старой классики. Актер говорит, что поездка на мотоцикле для него является своеобразной медитацией. Одним из первых в автопарке актера появился BMW S1000R. Его он выбрал для своего собственного проекта тюнингованного мотоцикла. Блум хотел, чтобы его тюнингованный байк сочетал в себе минимализм и техническую оснащенность с сильными эмоциями. Первую пробную поездку на тюнингованном байке актер выполнил на холмах Малибу. Какая работа, по вашему мнению, раскрыла настоящий талант актера? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного!